Всем привет, с вами Тед. И сегодня у нас ПВТ-билд, а именно протоспортивтерна, для тех, кто не знает, что такое ПВТ. И погнали сразу к делу. Сразу к делу. Хороший, суперстандартный билд, чтобы, в принципе, так сказать, начинать свое ладерное приключение в Старкрафте. То есть выучить такой билд поможет прям очень круто, потому что все аспекты Старкрафта будут задеты, когда вы будете его играть. И, в принципе, билд достаточно простой. Без суперхитростей. Начинаем с того, что мы ставим гейт и идем в разведку. Наша задача пробкой последить, есть тут барак или нету. Если нету, посмотрите, есть газы или нету. И, типа, если барака нету, и вы думаете, что это прокси-барак, можете посмотреть видео в предложке, как играть против прокси-терна. Вот. Но если же, опять же, мы рассчитываем, что там нормально, что вы приходите, вы видите барак. Какая у нас разведка против терна? Приходим, смотрим, что барак есть. И тогда мы стоим здесь до минуты 50. То есть мы бегаем, стоим, что-то делаем. Потому что в минуту 50 он должен, во-первых, уже поставить СЦ-шку. И в минуту 50 выбегает марик. Да? То есть мы при любом раскладе в минуту 50 поднимаемся. До сюда. Ну, то есть с натурала до сюда. Проверяем, марик это или нет. Если марик и газы были, значит, он куда-то будет вкладывать газ. Возможно, будет какой-то газовая атака. В стиле, там, танки, либераторы, что-нибудь такое. Если же это не марик, а рипер, ну, все равно, вы просто должны примерно оценить, есть тут вторая база или нет уже ко второй минуте. Если ее, скорее всего, нету, ну, значит, надо защищаться, немножко аккуратнее играть. Если она есть, тогда дальше все окей, мы продолжаем по билду. Вот. Сам билд вы можете вот сейчас наблюдать на экране. Это наш полный геймплан. И скачать реплей и текстовое описание можно в Дискорде. Заходите в Дискорд, в разделе Ютуб Билдс можно все это дело будет скачать. Мы ставим гейт газ. Начинаем наполнять газ. Первая пробка на газ раллипойнтом, вторая на натурал. Ставим Нексус, ставим кибернетку, ставим газ, ставим пилон. Все, это открытие. Дальше. Как только достраивается кибернетка, сразу же ставим батарейку и адепта. Адепта мы бустим, делаем варп гейт. После адепта сталкера и адепта мы отправляем в атаку тень, но при этом крутимся еще какое-то время здесь. То есть ловим рипера, если он сюда будет запрыгивать. Соответственно, если он сюда не запрыгивает, вы адептом телепортируетесь. А если он запрыгивает, вы все равно им телепортируетесь. То, что вы знаете, что у вас батарейка достроилась и вам уже бояться нечего. Если же рипер к вам запрыгнул, вот эти пробки должны стоять все еще на главной базе, а не спускаться вниз, пока не выйдет сталкер. Прямо такая история. Вот. И как только где-то минута 2.40-2.50, ставим робо и заказываем сентрю. То есть адепт сталкер сентрю у нас из гейта идут. А затем продолжаем насыщать нексусы и кидаем бусты. То есть нам надо экономику развить. Вот. И на 3.10 ставим 2 гейта еще. Вот. Что у нас делает адепт? Он стоит здесь, кидает теньки. Просто кидает тени в стенку, чтобы понять, в стенке все еще стоит барак. Сколько там мариков выходит? Если стоит один барак, а вы уже в 3.10 кидаете тень, и там 8 мариков, да? Вы понимаете, столько мариков не могло построиться с одного барака, значит там сзади еще 3 барака. Ну, либо 2, и вас будут пешком по земле сейчас пробивать, возможно. А если кидает тень, а там уже не барак стоит на реакторе, а факторка, ну, значит это будет много мин, либо гелики. Вот. То есть вот эти вещи вы проверяете адептом, потом бежите домой. Где-то до 4 минуты адептом можно стоять. Что мы делаем дальше? Вот. Дальше мы, получается, по готовности роба отправляем 3 опса. Первый идет, опс, всегда в атаку. Смотреть, какое вообще, что здесь террин делает. Второй опс в какую-то мертвую зону, либо в зону дропа, типа вот сюда, например. И третий опс либо в другую зону дропа, то есть сюда, например, либо сюда, куда-то. Либо продолжает по линии. То есть вот если первый опс у нас видит вот эту зону, то второй опс должен видеть вот эту зону. То есть таким образом вы просто два экрана как бы себе подсвечиваете дополнительных. Вот. В любом случае продолжаем строить рабочих. Ставим газы в 3.50. Вот. И делаем этот, один варп. Сейчас мы сделаем варпик. Где-то мы здесь его точнее делали. По готовности гейтов делаем варп 3 сталкера. Это, в принципе, вам поможет защищаться от всяких дропов и чего угодно. Вот. Заметьте, у меня сейчас все юниты стоят на второй базе, потому что она более открытая. Здесь у меня хотя бы батарейка есть. Дальше мы ставим рабобей. И третий нексус. Делаем еще один варп. Расставляем юнитов, защищаться от дропов. Вот. И продолжаем строить рабочих. Начинаем строить колосса под бустом. Таким образом, к шестой минуте у вас уже появляется колосс. Как только он появился, сразу ставим твайлайт фаржа и начинаем наполнять нашу третью базу смело. На третью ставим батарейки, чтобы защищаться. И, в принципе, так вы сможете очень легко защищаться со всех сторон от всего. Обязательно наполняем газы. И заметьте, что в 6.40 у нас уже полная экономика на третьей базе. Мы начинаем делать блинк и плюс один на атаку. Продолжаем делать колоссов. И вот сейчас вот этот опс как раз ждет какие-нибудь выходы с танками. Он это увидит. Если на вас выйдут с танками, вы можете идти встречать. И на седьмой минуте мы уже добавляем гиты. То есть до 8 штук. Плюс 5 гитов. В чем сейчас секрет? Как бы террин идет на вас или нет, он в любом случае видит, что вы играете в колоссов. А в чем сила армии био? Не только в их ДПСе, а в том, что их клево лечат. И, по сути, террин в этот момент должен перестать строить медиваки. У него их уже будет штуки 4, допустим, либо 6. И он должен понять, окей, колоссы жесткие, надо их убивать. Мне нужны викинги. И террин начинает строить викингов. То есть он вас как бы догоняет. То есть у него викингов не было, ему они не нужны. Он вас начинает догонять. Я делаю викингов, чтобы законтрить колоссов. И вот в этот момент вы как бы уже впереди. Почему? Потому что вы уже, предвидя, что колоссы помрут от викингов, делаете переход в роба еще одно. И темплар архивы. Вот. Что зачем? То есть вот этим вы отобьете любой пуш. Если вы пуш не встречаете, вы можете этим выйти на третью базу поатаковать немножко терна. Прийти, посмотреть, как говорится, проверить воду. То есть посмотреть, как у него дела. Вот. Восьмая минута. Приходим. Немножко атакуем третью базу. Тут деремся. Чук-чук. Заставляем там улететь. И все. И убегаем. Не надо там сильно ухищаться. Вот. Ставим вторую фаржу. И если все ок, начинаем производство. Что мы делаем? Мы делаем имморталов, архонов. Чарж. И уже грейд на броню начинаем. Тут можно поставить четвертую базу. Опять же, газы занять. Вот. Здесь у меня призма сейчас умрет против бота. Очень жаль. Но, в принципе, призма должна где-то здесь висеть с зилками. Здесь где-то у нас висит опс. И таким образом, да. Как только теран вот на нас выходит. Вот я вижу, да. Он вышел. И я его вижу на миникарте. В этот момент залетает призма. И в этот момент, в принципе, теран уже должен думать, как защищаться. Что делать. Потому что она может нанести жесткий урон. И он не сможет спокойно идти вас убивать. Вот. При любом раскладе, что бы ни происходило, вы готовитесь выйти ближе к 10.30, к 11.00 минуте. С плюс 2 на атаку, плюс 1 на броню. И куча имморталов, архонов в атаку. Да. То есть, у нас замакшенная армия уже к 10.00 минуте. И эта армия чистая в 2 клик. То есть, вы ей просто приходите. Опять же, желательно с двух сторон напасть. И она просто съедает теранов, на самом деле. Армия жесткая. Вот. Поэтому рекомендую. Рекомендую этот билд использовать. И что делать дальше, например. Смотря, как вы подрались. И смотря, что осталось у терана. То есть, вы либо продолжаете имморталы, архоны и зилки делать. И чуть-чуть сталкеров убивать дропы. Либо вы можете начать делать дестабилизаторы-сталкеры. Да. Если умеете контролить. Вот. Либо вы начинаете делать броню и щиты. И ставите там 2-3 старгита. И уже играете в супер лейт. Да. То есть, чуть-чуть пару имморталов для защиты. Сидите. Защищаетесь. И делаете уже супер лейт. Но это редкая ситуация. Чаще всего вы будете продолжать делать такую же армию. Если здесь еще не выиграли, не проиграли. Вот. Собственно, такой вот крутой билдосик. С вами был Тед. До новых встреч.